Они мечтали об этом почти 10 лет. И вот сразу трое. Это первый момент знакомства папы с малышами. В один миг ставшие многодетным, глава семейства очень волнуется. Сейчас посмотрели, уже на кого похоже такое считается. Ну, на меня жена говорит. Я еще пока не поймал. Зато с именами уже определились Андрей, Дмитрий и Анна. Девочка появилась на свет последней, но о себе малышка заявляет гораздо громче своих братьев. Ну, вот у нас самая такая шустрая – это дочка Анечка. Думаю, будет мальчиков строить, наверное. Они как-то, мальчики, поспокойнее чуть-чуть. Вот, даже кормить приходишь, больше всех кричит Анечка. Все, кормите, кормите меня. Дима самый спокойный. Вот Андрей, ему просто надо набирать вес. Вот, Боже, там покрикивает чуть-чуть. Боже, даже сейчас слышно. Родители признаются, их переполняют противоречивые чувства. С одной стороны, безграничное счастье. С другой – волнение. Как ухаживать, гулять, кормить. Кстати, все малыши сейчас на грудном вскармливании. А педиатры дают только положительные прогнозы. Дети полностью обследованы. Лечение проведено. Дети стабильные. Мама кормит грудью. У мамы молока достаточно. Хватает на всех троих. Мама очень позитивная. Я думаю, что у них все будет хорошо. Мы желаем им здоровья. Вырасти большими и красивыми. У входа в больницу счастливые родственники с цветами и шарами. Их поддержка и помощь, особенно в первое время, многодетной семье очень пригодится. Дай Бог здоровья им всем. Самое главное. А остальное все будет. Долгожданные. Водиться будете, помогать будете? Бог даст. Ну как не будешь. Как уж. Но она и сама даже справится. Потому что дети – это долгожданные для нее. Сейчас в Нижнекамском роддоме появляется на свет от 9 до 14 малышей в сутки. До 150-тысячного младенца, который родится к юбилею города, досталось совсем немного, около тысячи малышей. Кстати, напомню, что юбилейного младенца и его семью ждет большой подарок – квартира. Яна Чпахина, Ренат Харасов. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова